Всем привет! С вами Бэкс от канала Аппортюб. Так, ну и сегодня снова гайд, точнее обзор героев. Короче, вот комментарий. Мне сказали, что это не гайды, а обзор героев. Ну, мне честно не принципиально. Спасибо, конечно, что вы меня предупредили. Теперь мой проект называется «Обзор героев». Тоже ничего особого не изменилось. Так, ну, во-первых, комментарий я надеюсь ставлю. Но он уже должен уйти, да. Ну, во-первых, основа. Теперь каждую пятницу, ну, я буду стараться утром, буду выпускать новые обзоры героев. Конечно, гайды, слово получше звучит, ну ладно. Новый обзор героев, гайды, без разницы. Каждую пятницу, утром, вечером, но точно в пятницу. Единственное, если я буду уезжать, то я буду выпускать заранее, может быть, два гайда. Смотря на сколько я уеду. Так, ну, на этом мы, наверное, закончили. Теперь перейдем к персонажу неизвестному. Да хотя, что неизвестному, вы же увидите, все равно там же название, картиночка будет этого персонажа. Ладно. Давайте перейдем же к нему, короче. Так, ну вот, впрочем, и он. Тот самый персонаж, который сегодня попал в мой обзор. Так, ну, ну, с чего, как всегда, мы и начнем. Мы начнем со скиллов, детальный обзор скиллов. Так, я буду умнее сожжусь и буду сейчас рассказывать. Так, первый скилл, Time Walk. Это неплохой эскепный скилл. Так, посмотрим, что же он дает нашему персонажу. Ну, во-первых, давайте вот так он работает. А теперь то, что непосредственно будет, если, допустим, я вот так вот сделаю. Как видите, луч замедлен. Короче, давайте по порядку. Этот скилл дает замедление передвижения вашим врагам, если вы рядом с ними, так сказать, прокатитесь. Также он уменьшает их аспид и дальность применения увеличивается с каждым уровнем прокачки. Как видите, кулдаун тоже уменьшается, если мы будем дальше качать. А требовательность маны, так скажем, не будет изменяться. 90 мп будет всегда требовать этот скилл. Второй скилл, по мне кажется, это имбовый на самом деле скилл. Называется он Backtrack. Это пассивный скилл. Он дает шанс уклонения. Шанс уклонения, как вы видите, на первом уровне прокачки 10%, на последнем 25%. Довольно много. Это, конечно, сравнится с 50% уклонением у Мартретки, но уклонение Мартретки не дает шанс уклониться от магических атак, направленных. То есть, допустим, я боюсь, конечно, но надеюсь, по крайней мере нет. Мне кажется, придется очень долго мне хукать, чтобы сработала пассивка. Но, одним словом, пассивка уклонения у Вайда, она может уклониться от любого урона, на самом деле. По-моему, даже от урона хука, хоть и чистый урон, но, по-моему, может. Да, точно может. Так, теперь третий скилл. Это, опять же, пассивный урон. Ой, господи, пассивный скилл. Урон магический. Я что-то смотрю, читаю, одновременно говорю. Называется он таймлок. Урон от стана, который... Сейчас, я не знаю, вот на первом уровне прокачки я их... Вот, вылетел стан, как вы видели. Урон на первом уровне прокачки от этого стана 40, и он магический. Длительность самого баша 1 секунда. И шанс тоже довольно неплохой, такой же, как и уклонение на начальном уровне прокачки 10%, на последнем 25%. То есть, на самом деле, у героя уже встроен 1 эскейп, уже встроено уклонение, уже встроен башер, и ульта, хроносфера. Это, наверное, самое... Ну, может быть, не самое, потому что есть блэк холл, но для меня это самый отличный дизейбл, массовый дизейбл, и при правильном попадании он может просто изменить ход игры, и даже не то чтобы ход игры там... Ну да, впрочем, и игры, файта, всего. Давайте посмотрим, как он работает. Та-дам! Вот купол. В куполе войд передвижается с мувспидом 1000. 1000 мувспида. Это довольно неплохо. То есть, допустим, если вы... Вот, якобы, пуч начинает убегать, вы ставите купол, быстро обходите, и мутызите его. То есть, на самом деле, неплохо. Также он подходит, как еще один эскейп. Но если уже совсем ни в какую, за вами гонится пуч, вы прям кончиком... Даже его может не задевать, быстро пробежали и ушли. А, успею, успею. Не, просто, ну ладно. Так, что же дает купол? Я вам рассказал. Радиус купола 450, и длительность будет увеличиваться с каждым уровнем прокачки. Также будет уменьшаться кулдаун, и на этот ульт работает аганимский эптер. То есть, он улучшит его, я даже вам сейчас скажу, как он улучшит. Вот мой, кстати, гайд, желательный, буйлд. Аганим увеличивает продолжительность действия и уменьшает кулдаун. Как видите, длительность со скиптером на первом уровне прокачки 4, как, впрочем, и стандартная. Но на втором уже 5. Это все равно, что замаксить купол. На третьем уровне 6, уже больше. Кулдаун со скиптером сразу же становится ровно 1 минуту 60 секунд. Тут, как мы видим, сначала 120 секунд, потом 100, потом 80. То есть, аганим неплохой арт для этого персонажа. Каждую минуту выдавать куполы и тем самым делать тимфайты. Так, вот вы уже увидели буйлд, но сначала о прокачке. Прокачка героя... Кстати, и этого героя я разделил на две составляющие. Трудно сказать. Его... Ну... Как бы, даже не крафт, вот буйлд вещей я разделил на две части. То есть, по скиллам я, может быть, еще и согласен. Вот как у меня, видите, есть нежелательно, но может прокатить. На самом деле, тут у меня маленький конфу случился. Я два раза создал. Ну, да ладно. Давайте сначала же посмотрим желательный и сразу же давайте способности. На первом уровне прокачки мы качаем стан. Не знаю, многие меня осуждают за это. Типа, нафиг он нужен. Но мне на самом деле он помогает. Не то, чтобы добить крипа, успеть... Да это тоже, кстати. Но и в начале, если выпадет стан, а это дополнительный 40 дамага, вы можете застанить героя на одну секунду. И, надеюсь, рядом стоящий саппорт сможет вам помочь. И, может быть, может быть, вы сделаете First Blood. На втором уровне мы качаем Time Walk. Да, я уже забыл, как он называется. Так как Escape всегда нужен Войду. Войду. Всем персонажам нужен Escape, особенно Кэрри. И поэтому непосредственно Войду он обязателен. Да. Дальше мы качаем на однерку уклонение, потом максим стан. Ну и как раз на шестом, на одиннадцатом, на шестнадцатом уровне мы качаем ульту. Дальше, как видите, ну, тут на самом деле как вам удобнее. Если вы хотите иметь большую шанс уклонения, максите второй скилл. Если вам не хватает Escape, хотя мне кажется и вот, как видите, на восьмом уровне советую вам прокачать на двойку первый скилл и все, и оставить его. на двойку там уже вы сможете прыгать на девятьсот. Кстати, как измеряться, я не знаю, короче, на девятьсот. Это довольно неплохо. допустим, как видите, граница вот здесь. Вот давайте вкачаем на двойку. Как видите, граница уже вот здесь. разница на самом деле неплохая и поэтому на двойку вам вполне хватит, то есть неплохо. Неплохо. Дальше вам советую замаксить уклонение, конечно же, качая ульт на каждом возможном уровне, то есть на одиннадцатом, на шестнадцатом. Ну, а там дальше максите уклонение и максите ну, тут плюсики, впрочем, вот. Гайд, пользуйтесь. Так, теперь непроцессованные вещи. Я, ну, не приверженец вайда с Battle Fury и поэтому вам хочу сказать, что на самом деле этот закуп может быть реально лучше. Ну, давайте, начальные предметы и в том, и в другом буилде будут одинаковы, да. Но, вот остальные предметы будут намного отличаться. Во-первых, я вам советую варить Мидас. На самом деле войд это лейт-герой, как бы вы ни старались, он будет лейт-героем. Да, можно в начале игры чуть-чуть помогать, то есть вы можете вырубить одного там персонажа в куполе, но, согласитесь, это не по кэри, как-то одного вырубил и все. Это какой-то какой-то дебилизм на самом деле. А вот, когда вы сварите Мидас, вы сможете спокойно уже подфармливать. Дальше варим ПТ. Потом Миллсторм и Кристаллис. Кристаллис, Кристаллис, не знаю, куда падает ударение, поэтому Кристаллис буду говорить. Миллсторм поможет вам фармиться в лесах. Вот то, что обязательно я вам скажу, так это после ПТ не варите Кристаллис, варите сразу Миллсторм. Он даст вам Аспид, а также вы сможете с помощью Молнии фармиться спокойно в лесах и наслаждаться фармом, так сказать. Потом, да, варите Кристаллис и уже вот вы сварили Кристаллис, вы уже можете выходить убивать. На самом деле, вот этот вот закуп, я надеюсь, ну, в основном, мой тайминг бывало, сейчас вам скажу, что ли, на 17-й, на 16-й я уже варил вот эти предметы и уже, на самом деле, мог убивать двух персонажей, которые попадали в мой купол. То есть, криты, они, ну, делают за вас работу, там, выпадет, там, 300-400 крит плюс замакшенный баш он дает 70 дополнительного урона, когда вылетать будет. А вылетать он будет довольно часто, при том, что у вас есть Миллсторм. То есть, на самом деле, неплохо выйдет. А потом, обязательно, вот тут, конечно, нужно доварить Диадалус сначала, сначала Диадалус, а только потом Мельнир. Впрочем, особой разницы нету, но желательно все же Диадалус. Он вам даст больше урона, больше шанс крита и сам крит будет больше. Потом уже Мельнир, чтобы вы клупали намного быстрее. Дальше можете сварить, конечно же, МКБ и Аганим. Вообще, Аганим я вам советую сварить после. Вообще, это заключительный, так сказать, арт. То есть, артом, получается, четвертым, пятым. Его лучше не варить, пусть он будет заключающим артом. То есть, чтобы увеличить длительность купола и кулдаун. Уменьшить. МКБ даст вам просто, во-первых, аспид и много демеджа. То есть, 88 к урону, это на самом деле неплохо. По ситуации, ну, тут вот, такие вот четыре неплохих предмета, на самом деле. То есть, когда вы сварите ПТ, еще три арта вот этих, в основном, основных, у вас будет два свободных слота. И то, последний вы можете уже варить Аганим. Ну, последний. Получается, один свободный слот, и тут вы можете, ну, на самом деле, по ситуации все делать. Либо, сварить сатаник, чтобы после купола уже начинать выживать и продолжать кромсать всех. Также вы можете варить БКБ, чтобы до купола, если там слишком большой мах урон вносится, вы могли спокойно подходить и ставить свой купол, то есть, не заморачиваясь даже. Манта Стал, всякие треки, ульты Сельди, да и просто две копии могут вам помочь. Тем более, ну, почему я начал с треков и ульт Селедки. Он же сбивает их. А ульт Селедки, на самом деле, там такой минус армор, так что, ой-ой-ой, бабочка Баттерфляй, как вам удобнее ее называть, поможет вам, ну, просто в плане убийства в куполе, если вам никакого постороннего, ну, нету вмешательства, то есть, просто покупаем бабочку, это нам дает Аспид, уклонение, урон, так, я все перечислил, ну, ловкость, еще урон, да, защита, кстати, есть, потому что рецепт ловкости, да, все нормально, то есть, неплохо нам дает к атрибутам, то есть, мы можем спокойно уже просто кромсать всех подряд, но это, если нету там никаких мах уронов, станов, тоже, которые магические, впрочем, вот так вот, вот мой желательный, ну, а телефон все испортил, поэтому мы плавно переходим к другому бойлду, так, нежелательно, но может прокатить, на самом деле, ну, на способности не смотрите, это неинтересно, на самом деле, там тоже самое, вот, вещи, они чуть-чуть другие, на самом деле, ну, основные предметы, как видите, одни и те же, но вот для ранней игры, я всунул немножечко другие предметы, вы видите, начальные, начальные, они те же самые, Мом, Баттлфьюри, ПТ, она всегда хороша, Мом и Баттлфьюри, тут, конечно, можно рассуждать много, то есть, да, если там есть Дарксир, я лучше сварю Баттлфьюри, буду всех и кромсать, откуда ты возьмешь урона, начнем с этого, если, некоторый человек так думает, на самом деле, я не очень люблю, когда люди идут, ну, через Баттлфьюри, ладно, ладно, это еще куда не шло, там, окей, там, ну, хотя бы дается урон, конечно, дорогое удовольствие, там, ХП Рейгин, Мах Рейгин, ну, одним словом, ладно, Баттлфьюри можем еще опустить, ну, Мом, дорогие друзья, на 25 уровне, без артов, у Вайда, 1300 ХП, окей, давайте замаксим плюсики, все, плюсики замаксили, у него 1600 ХП, понимаете, это, ну, очень мало, Мом, делает вас слишком уязвимым, да, он дает вам Аспид, Мувспид, но какой ценой вас могут просто выловить и убить, спокойно просто, на самом деле, Мом, это коварный предмет, да, можно сварить Войду Мом, но, ну, на самом деле, он вам поможет и в фарме, и в куполе убивать, но, если против вас поведется нормальная тима, они сразу поймут, что Войда с Момом убить легко, главное, забайтить одним, одним человеком забайтить купол, остальные просто вас раскромсают, пока вы будете мутузить того несчастного в куполе, и поэтому Мом, он вас делает слишком уязвимым, ну, очень, ну, конечно, на ваш выбор, но я, конечно, советую тот мой гайд, Battle Fury, да, это, на самом деле, можно было его засунуть и по ситуации, но, как бы, Battle Fury, это такая вещь, которая не очень полезна, если у вас нету в команде Dark Seer, Enigma, где нам еще, впрочем, все, Dark Seer, Enigma, если есть, да, можете идти через Battle Fury, ну, основные предметы, все же, если вы пошли вот так, я советую вам сварить Мельнир, Криты, и МКБ, после вы обязаны будете продать вот это вот бесполезный арт, под названием Mask of Madness, МОМ, и купить уже стоящий, стоящий предмет, то есть, какой-нибудь, да, то же самое, агоним, можете затарить, конечно, можете затарить вообще дезолятор, сатаник, как уже для выживаемости, я говорил, и в Скаде, но это, я просто его что-то сюда запихнул, пусть будет, может, кто-то попробует, я не пробовал еще покупать, войду в Скаде, может быть прикольно, кстати, ну, или монтэ, а также, вам придется продать и Battle Fury, потому что, на самом деле, под конец игры он же станет не таким уж и полезным, и вам придется заменить более рациональным артом под лейт, ну, впрочем, конечно, я повторюсь, если есть Darkseer, Enigma, вам поможет, о господи, показалось, да, тавр разнесли неплохо, ну, ладно, вам поможет этот Battle Fury, а так, лейт, он есть лейт, он в основном одинаковый, за войда, впрочем, на этом все, что еще про этого персонажа я хочу сказать, что это дикая имба, просто без преувеличения, я вам так скажу, поэтому, на самом деле, сейчас винред за войда у меня говно, но, это потому, что я раньше лажал за него, сейчас, я вам честно скажу, этот персонаж может просто изменить ход игры, поэтому, хотите, ну, набивайте на нем скил, хотя, мне кажется, все, что надо на нем набить, это правильно ставить купол и стараться не захватывать своих, своих же союзников, ну, и, впрочем, все, умение ставить купол и хороший ласт хит вам поможет за него просто достичь, ну, неимоверного успеха, на самом деле, ну, впрочем, на этом мой обзор героя заканчивается, так же, хочу сказать, оставляйте свои комментарии, если что-то надо исправить, добавить, или что-то изменить, я, ну, я буду готов рассмотреть ваши предложения, ну, и по стандарту ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, ну, и всем удачи, пока! пока!